Зачастую непросто, говорят вологодские пенсионеры, идти в ногу со временем. Так прошлой осенью пришлось привыкать к новой заботе. Прежде бумажная карта вдруг стала электронной, а электронная Вологда стала главным приложением. Обязанность по выпуску льготных документов легла на плечи муниципального предприятия ПТП-1. Но с недавнего времени транспортники были вынуждены прекратить изготовление карт. Больше у нас ПТП-карт нет. А почему? Закончилось финансирование. Со стороны кого финансирование закончилось? Города. Полномочия по выпуску карт городские власти передали банку «Северный кредит» давнему участнику социального проекта. И в июне он сделал первую партию таких пластиковых прямоугольников. Александр Николаевич совсем недавно вышел на пенсию и сразу решил позаботиться о льготном электронном проездном. Но вместо него мужчине предложили совсем другую версию карты. Когда обратился на Мальцево-20 в Центр заботы, мне сказали, что старого образца карт больше не выдается. Выдаются только банковские карты, Северный кредит. Ну, ввиду того, что у меня эти карты уже, допустим, банковские для получения прочих и прочих денег, есть Сбербанка, я, естественно, отказался. А выдачи в обычной карте заботы, они мне отказали. Тогда мужчина обратился за помощью в редакцию «Седьмого канала». Уже на месте нашей съемочной группе сотрудники пояснили, что просто возникло некоторое недопонимание. Есть еще карты с дополнительными возможностями. Это не банковская карта. Это карта с дополнительными возможностями, чуть лучше, чем прежняя. Мы ее предлагаем, никому ничего не навязывая. Но и, как всем известно, мы давно выпускаем еще и банковскую карту. Мы о ней тоже, естественно, говорим, предлагаем, потому что она в себе содержит все возможности предыдущих карт, но плюс еще отличные условия для накопления, хороший процент. Никому ничего мы не навязываем, мы исключительно предлагаем. Выпуск привычных пенсионерам карт также никто не отменял, поясняют сотрудники банка. И функции этого льготного документа остались прежними. Скидки в магазинах, аптеках и городских автобусах. Изменения разве что коснулись оформления. На карту был добавлен логотип. На следующей неделе банк рассчитывает официально презентовать все три своих новых электронных продукта. Как заверяют специалисты, сейчас карту можно получить безо всяких очередей и сбоев, как и прежде в культурно-досуговом центре «Забота» на Мальцево-20. Алена Шапилова, Евгений Осколков, Алексей Романов, Василий Попурин. Новости Вологды.